Если человек духовно не растет, если он не пытается, если он говорит, что я уже знаю, как надо молиться, я уже знаю, какой Бог, я ему служу, и все, что нужно, я уже знаю, и все я сделаю правильно, то, конечно, это уже является концом. Все, конец, тупик, все, я уже все знаю, я уже все, я уже готов к чему, понимаете? И поэтому очень сложно иногда человеку разрушить все то, что он создавал, может быть, десятилетиями в труде, что он приобретал, на чем он строил свою духовную жизнь, но это было первоначально, это было младенчество, да? И начинать уже что-то думать о вечности, о той красоте, которая неизреченно, недоведома, непостижима. Наверное, это проблема каждого человека, но если говорить о верующем человеке. Фарисейство — это ограничение человека, это такой тормоз, который мешает человеку жить, жить по-настоящему. Он все время человеку давлеет, он пригибает человека к земле, он все время человека делает неспособным увидеть дальше своего носа. Он ограничивает человека, и тем самым в конечном итоге он идет в конфликт. Вот то, что произошло в Евангелии, да, то, что произошло со Христом, да, фарисей не мог принять Христа, потому что надо было отказаться, надо было стать как грешники и мытари, он такое не мог себе позволить, потому что он закон исполнял, он трудился, он на это потратил силы, он на это потратил время, и как это вдруг он станет, как вот эти грешники, которые толпились вокруг Спасителя, и которым некуда было и некому было идти. Поэтому очень трудно. И вот этот конфликт, понимаете, приводит к тому, что фарисеи и книжники становятся людьми, которые распинают Христа, распинают эту любовь. Так и в жизни бывает, понимаете. Очень трудно быть не фарисеем, очень трудно быть человеком, который бы искал прямой речи в молитве, который искал бы действительно красоты в ближнем своем, по-настоящему и глубины. И это будет непонято и непринято большинству. Но это же ни о чем не говорит. В рай не входят толпой или строем. Ангелы радуются об одном грешнике, который кается. Поэтому и жизнь духовная, она связана с покаянием, с осознанием, что ты не можешь без этой буквы, ты не можешь вылезти, понимаете, действительно открыть себя Богу до конца. Ты все-таки фарисей, потому что без этой буквы ты пропадешь. Печально, когда человек сам себя в этом убеждает и начинает отстаивать это, приводит к таким деградациям. Если нету развития, нет пути, значит, уже все понято, все уже доступно. Так вот многие говорят, что я уже знаю, с такой уверенностью, понимаете. Но когда вы лежите в реанимации, вы уже не фарисей, понимаете. Когда у вас рушится семья, вы уже не фарисей, понимаете. Вы же кающийся грешник, вам нужна помощь. Когда теряется самоуверенность, самодостаточность, когда теряется, понимаете, такое вот осознание своей правоты, тогда человек начинает искать, а где же правда, Господи? Я же не знаю, действительно не знаю, помоги мне. Я не могу, ну дай мне силы. То есть тогда начинается настоящая жизнь, понимаете, где человек действительно без Бога не может. Когда человек начинает смотреть глубоко и начинает думать, начинает страдать, сопереживать, начинает мучиться, да, искать действительно Бога, настоящего Бога, которого он в полноте своей, понимаете, сам не найдет никогда. И Господь открывает ему себя, свою красоту. Ну, как человек может только вместить по его силам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова